Ударим автопромом по бездорожью. Так, перефразируя Остапа Бендера, можно сказать о казахстанском автопроме. Это особенность современного мира. Автомобильное производство постепенно переезжает развивающиеся страны. Развитые страны сегодня более интересуют новейшие технологии. Создание всяких микрочипов, компьютеров. Ну а мы пытаемся догнать их на построенных, если не своим умом, так своими руками машинах. Далеко ли уедем? Вот в чем вопрос. Торговля плохо идет. Раньше было, уходили машины, быстро уходили. И мы завозили быстрее машины. Таких, как Николай, называют серыми дилерами. Еще 10 месяцев назад в день продавалось по 8-10 машин, вспоминает он. Сюда ехали со всей страны, чтобы купить качественную подержанную иномарку. Но вот уже год, как транзита из Японии, США и Германии нет. Все, что осталось на алматинском авторынке – казахстанский секонд-хенд. Машин очень мало стало. Которые машины стоили раньше по 10 тысяч, сейчас стоят по 18 тысяч. Наши машины, они два года, и они потом начинают сыпаться, гнить. Капремонт двигателя просят, чем вот эти с Америки, с Японии машины пригнанные. Купить машину на автобарахолке было дешевле в два раза, чем в салоне. Отечественные автозаводы проигрывали. Их называли не иначе, как выставочным проектом страны. Второй дыхание казахстанский автопром обрел с поддержкой правительства. Высокие таможенные пошлины позволили заводам, не сбавляя цену, вытеснить авторынок. Теперь серые дилеры ждут, когда введут новый сбор на утилизацию. Он окончательно добьет вторичный рынок. Ну, это уже отбивают охоту людям, если утилизацию, если завозить машины, как они говорят, старше семьи до десяти лет, то на утилизацию это такие будут деньги, что просто не предприниматель, или вообще даже человек, который захочет купить эту машину, он ее не возьмет. Редактор казахстанской версии журнала «За рулем» Елена семь лет пишет, изучает автопром. Дистрибьюторы выворачиваются наизнанку перед экспертами глянцевого издания. Попытки Казахстана раскрутить свой автобизнес Елена называет довольно решительными. В госзакупке, конечно, у них очень большую роль играют, так же, как сейчас предложили же этих дорожных полицейских пересадить на ЗАЗ-шанс нашей сборки. Ну, тут, конечно, большой вопрос, то есть то, на чем сейчас они ездят, гораздо мощнее и качественнее. Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer, ну и там отдельные уже у них там Nissan Maxima, BMW есть, есть Mercedes E-класса. Упираются не только частные покупатели. В прошлом году даже государственные органы и нацкомпании купили больше 4 тысяч иномарок. На долю Азии авто пришлось только треть всех закупленных государством авто. На крупнейший казахстанский город Алматы приходится меньше 7% тендерных заказов из Каменогорского автозавода. Многие государственные структуры продолжают приобретать узбекские Devo, китайские Volkswagen и японские Toyota. Артист Нурлан Абдулин по-хозяйски рассматривает автомобильный ряд. Здесь машины с визой сделаны в Казахстане. Недавно он стал лицом рекламы отечественных внедорожников. Народные артисты должны поддерживать своего народного отечественного товаропроизводителя. Поэтому я к этому отнесся с пониманием, с любовью, с благодарностью. Мне было очень приятно, что ребята именно мне сделали это предложение. Казахстанский автопром в борьбе за местный рынок получил полный карт-бланш. Промо-акции с участием популярных артистов – это только торжественная часть жесткой конкуренции. Поняв, что западный автопром просто так не уступит, государство запретило ввоз праворульных машин, а затем свое дело сделал таможенный союз. Здесь, видите, получается комплекс мер поддержки правительства при поддержке автомобильного производства в Казахстане. Это, соответственно, те таможенные пошлины, которые сейчас действуют в рамках таможенного союза. Эти три самолета – первые ласточки казахстанского авиастроения. Ни в парламенте, ни в правительстве не верили в идею сборки даже самых легких самолетов. На энтузиазм любителя власти смотрели со стороны, не мешали и не помогали, уверяет Дорин. Почему я пошел в этот бизнес? Потому что образовалась та же ситуация, как на Западе. То есть почему там в Штатах и в Канаде больше 250 тысяч самолетов в частном пользовании находятся? Потому что там именно испокон века было право человека владеть собственным самолетом. С правом летать в Казахстане оказалось сложно, вспоминает предприниматель. На первые попытки воплотить идею в бизнес ответили – самолеты строить нельзя, в стране нет правового поля для самолетов гражданской авиации. Бизнесмен считает – просто ждали, когда закон принят Российская Дума, чтобы переписать. Не так давно госорганам фактически приказали покупать только отечественное авто. Но под разными предлогами чиновники продолжают ездить на комфортных иномарках. Ведь все преференции правительства пока так и не перешли в качество. Казахстанские машины не проходят полный цикл сборки. Дорогие в обслуживании, при этом запчасти на них найти трудно. А на одном патриотизме далеко не уедешь. В Германии, потому что я сам немец. Ну вообще уважаю немцев, отлично делаю. В Японии, потому что она качественно делается. Если бы у меня были деньги, я бы приобрел, несомненно, японскую машину. Поскольку прекрасное соотношение качества, цены, а также комфорта. Мне кажется, сейчас японские машины, они вообще не котируются. Сейчас такое разнообразие, даже не знаю. Скорее сходил бы с точки зрения обеспеченности с запасными частями на машину. Чем больше запчастей, тем лучше. Мерсерез купила бы, да. А почему? Ну не знаю, может быть, проходимость хорошая, может быть, скорость хорошая, я не знаю. Любую машину главное, чтобы фирма была известная. Ну думаю, японскую машину, ну, заказал бы. Если была бы возможность, конечно, я выбрала бы немецкие, французские или японские автомобили. Потому что инженеры этих стран умеют делать современные, навороченные машины. И дизайн лучший, и хорошие технические характеристики. Ни в коем случае не хочу китайские. Хотя они дешевые, но гарантий нет. Я, конечно, куплю немецкую, марки BMW или Mercedes. Люди говорят, что именно немцы делают хорошие машины. Если наша страна производила бы машины, было бы еще лучше. Если в Таджикистане будут производиться автомобили, я буду покупать наши, свое. И на марке они очень дорогие. Копить и копить деньги. И дорога дальняя. Для меня лучше наши советские Жигури или Москве 412 модели. Вот у меня был один. После 100 тысяч пробега ничего не случилось с ним. Ни одного ремонта. Субтитры сделал DimaTorzok